добрый день дорогие мои друзья итак мы завершаем сегодня тему разбора вот такого вот голубого нашего симпатичного платьица мы построили с вами вот такой вот декоративную нашу юбочку правую ее часть и теперь мы работаем сегодня наша задача построить ее вернее эту мы решили называть левой частью потому что мы так и видим сейчас нам нужно построить вот эту вот правую ее часть которую мы не видим вот перед нами лежит юбочку убираем вот этот листочек напоминание наше прозвучало кладем сюда чистый листочек на него вот это итак на этой юбочке у нас есть две вытачки вот так это наша база как всегда все начинается с базы конструкции да чтобы я с ними сделала я уже говорила на предыдущем видео да что на этой части юбочки я бы их мои хорошие сохранила я бы их оставила я бы их оставила дальше что еще нам нужно нам нужно взять с этой стороны нам нужно навести провести вот так вот какую-то вот эту линию какие я беру данные нам нужно сейчас вот эту линию нарисовать я беру данные следующее во первых вот здесь вот у меня была серединка вот так вот серединочка идет да если я ее так продолжу если я так продолжу и я могу считать вот этот уголок сколько он на 6 значит здесь у меня серединочка вот она уголочек у нас открывается с этой стороны тоже на 6 а что у нас по модели а может быть у нас уже по модели может быть мне надо здесь сделать и 4 сантиметра взять да может быть и нисколько не брать то есть вы выбираете вот это место вот этот вырез с учетом того что сюда 6 сантиметров отложили опять же как бы перенесли я уже приклеила все успела 7 сантиметров 8 да вот так вот сюда то есть вы видите здесь вот такую вот как бы историю которую вы сделали уже выполнили а теперь мы выбираем местоположение вот этой линии то есть сюда точку сюда сюда не имеет значения теперь от линии низа или от талии давайте от талии померяем мы находим вот это расстояние у меня 38 сантиметров от талии вниз 38 сантиметров вот она значит вот эта линия у меня должна пройти как то вот так вот так может быть она пройдет то что они здесь у меня не симметрично не пересекаются я об этом не переживаю я конечно могу ее и вот так вот изобразить чтобы уж прям точно точно было как на рисунке да ну давайте так сделаем это большой роли тоже не играет и мы заметили что у нас вот этот край как бы пониже тот немножко повыше то есть линию низа мы тоже можем оформить декоративно а можем этого ничего и не делать не делать потому что это все мы находим на примерке можно сделать юбочку чуть длиннее и одинаковой длины слева и справа и потом уже во время примерочки поискать вот эти линии посмотреть насколько нам захочется красиво это все с вами сделать про заднюю половиночку мы не говорили не говорим здесь и вот что у нас получилось итак у нас получилось что задняя наша вернее правая наша часть юбки она будет очень очень простая вот этого я говорю можно сделать и у нее сохраняются вот эти вытачки не сохраняются вот эти вытачки и у нее сохраняется полностью вот этот вот этот шов боковой и вот этот вот шов боковой заднюю часть юбочки мы с вами решили не выполнять потому что она ну совершенно элементарная простая она классическая я ее даже не не хочу тратить время на то чтобы ее здесь с вами разбирать и показывать это настолько все просто что я думаю что вам это будет интересно но даже не буду эти вытачки вырезать что здесь еще нам надо чтобы корректно закончить нашу работу нам надо обязательно показать вот здесь где у нас будет сходиться делаем вот такую контрольную точку вот она то есть при сметывании у нас вот эта часть при сметывание она должна пойти туда вниз и с этой стороны здесь у нас 12 сантиметров помните вот это вот величина у нас 12 сантиметров значит мы вот так 12 сантиметров положили и поставили сюда значит драпировочка наша ну вот я к сожалению уже все это приклеила вот так вот надо нам делать как-то ничего тут не видно конечно но вы меня поняли да то есть вот это идет вниз вот эта деталь идет наверх некорректно галина леонидовна поступила не сообразила но такое у меня сегодня состояние чувствуете почему я думаю немножко есть температурка вот так все будем считать нашу работу законченную и так что у нас получилось вот полочка вот спинка полочка спинка обыкновенные можно сделать их приклеить и сделать их поярче вот так вот мы делаем итак мы закончили работу над своим вот этим вот платьицем платьице было маленького объема достаточно все мы у него вот здесь разобрали рукавчик разбирать не стали потому что он простой спинку заднюю рисовать часть спинки тоже рисовать не стало потому что она простая и вот что у нас получилось с вами сухом остатке складываем все вот сюда обводить я уже не буду я думаю что вам все видно наглядно и все понятно на этом эту тему разрешите считать закрытой ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и задавайте свои вопросы всегда ваша Галина Колобейко ну вот я не удержалась и все таки обвела как следует чтобы вам показать что у нас получилось в конце концов в результате выполнения нашей работы и этот процесс идеальны я с вами понимаем о я